Дороги и транспортное снабжение традиционно были больным местом для Тверской области, как и для большинства других регионов России. Ситуация начала кардинально меняться с назначением на пост губернатора Игоря Руденя. Это абсолютно верные шаги, говорят эксперты, отмечая жизненную необходимость поддержания шоссе в хорошем состоянии. Собственно, дороги — это у нас с вами артерии экономики, да, и они перевозят не только грузы, но и людей. И, естественно, что чем лучше мы справляемся с этой задачей, тем более эффективно работает наш экономический потенциал. За четыре года в Верхней Волжье в четыре раза увеличились финансирование и объем работ по строительству, реконструкции и ремонту региональных и муниципальных шоссе. Для сравнения, если в 2016 году было отремонтировано 155, то в 2020 уже 567 километров. Объемы выделенных средств выросли с 1 миллиарда 225 миллионов рублей четыре года назад до 5 миллиардов 570 миллионов в текущем году. В нормативное состояние приведено около 1900 километров дорог. Причем ремонт ведется комплексно с внедрением современных технологий. Советская улица областного центра — наглядный пример коренных изменений в дорожно-строительной сфере. Все мы помним, как два года назад укладывали этот асфальт по самым современным технологиям с применением самых современных материалов. И вот за эти два года, как видим, ничего не изменилось. Асфальт на месте ни колдовины, ни трещины. И даже разметка совершенно не стерлась. Однако любая дорога имеет смысл только тогда, когда по ней передвигается транспорт. Например, пассажирский. Здесь проблемы в нашем регионе тоже накапливались годами. Подвижной состав в муниципалитетах старел и сокращался. Маршрутные такси, как показала практика, так и не стали достойной альтернативой. В результате областными властями было принято решение о внедрении принципиально новой системы. В феврале заработала компания «Транспорт Верхней Волжи», автопарк которой составляют новые машины, окрашенные в единый цвет. Удобство проезда и система оплаты уже оценили жители Тверской агломерации, которым есть чем сравнить. Всем довольны то, что раньше маршрутка ехала сломя голову, сколько было аварий, всего они спешат деньги и деньги, а сейчас спокойно всё. Нравится автобус, что он новый, что в нём уютно. Мне очень нравится, что безоплата бесконтактная. Ну и число автобусов очень превысилось. Нет такого, что в маршрутку раньше приходилось складывать коляску. Теперь ему удобно заезжаем, маленький ребёночек. Маршрутки были старые, неудобные, народу много, удобно, можно посидеть, даже постоять, есть за что поддержаться, нам нравится. В дальнейших планах правительства Тверской области распространить этот опыт на другие муниципалитеты Верхней Волжи. На очереди Кимры, Вышний Волочок, Ржев, Торжок. Ведь важно обеспечить на всех территориях современный подход к общественному транспорту, чтобы он был удобен, доступен и безопасен для населения, убеждены эксперты, которые также признают успех первого этапа реформы. Мы теперь вошли в перечень городов Российской Федерации, где за автобусное сообщение, можно сказать, не стыдно. Конечно, там ещё много, что нужно сделать, но базовая часть положена. И я думаю, что, продолжая в этом направлении, мы достигнем потенциально больших результатов. Опыт Верхней Волжи по внедрению новой системы пассажирских перевозок признан успешным и на федеральном уровне, и будет распространяться в регионах России. Об этом по итогам заседания рабочей группы Государственного совета по направлению транспорт заявил помощник президента страны Игорь Левитин, отметивший, то, что мы увидели в Тверской области, не с чем сравнить в России.